8.17 на ваших часах. Это программа «Наше утро». Мы продолжаем. В студии Карина Хазова и Дмитрий Солдатов. Мы сегодня вам рассказываем о грядущих праздниках и прямо сейчас будем говорить о 7 мая. Все потому, что 7 мая будет традиционно отмечаться День радио и работников связи. И в этом году исполняется 126 лет связи и радио в России. Большой праздник. Ура! 126 лет – самый динамичный и передовой отрасль, без которой просто невыносимо трудно представить современное общество. Сегодня с нами на связи Игорь Викторович Петрухин, технический директор Челябинского филиала компании «Ростелеком». Доброе утро. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, Карина. Доброе утро. Игорь Викторович, в День связи нас интересует самый актуальный вопрос. А всем ли доступна мобильная и интернет-связь? Да, вы знаете, сегодня мы смело можем называть Челябинскую область это оптическим регионом. И все, без исключения, муниципальные районы области, подключенные к высокоскоростному интернету. И для этого компания «Ростелеком» более чем за 20 лет уже построили 13,5 тысяч километров волоконно-отипической линии, подключив порядка 500 населенных пунктов Южного Урала. Отдельно хотел бы отметить, что в прошлом году мы реализовали первый этап национального проекта по устранению цифрового неравенства. И благодаря чему жители 258 населенных пунктов в Челябинской области могут пользоваться бесплатным интернетом через точки ВАФА и доступа. Однако еще далеко у нас не все населенные пункты. Страны Южного Урала имеют такую возможность. Поэтому Минцифр, Россия и Ростелеком подписали соглашение, расширяющее договор об условиях таких вот оказаний универсальных услуг. И в этом году наша компания приступает к реализации второго уже этапа проекта устранения цифрового неравенства. И до конца 2021 года более чем в тысячу российских наших населенных пунктах появится мобильная связь четвертого поколения, это 4G, LTE. И жителям будут доступны как мобильная голосовая связь, так и высокоскоростной беспроводной доступ в интернет. Также на Южном Урале сейчас проект УЦН 2.0 также будет реализован по предварительной информации у нас для 8 населенных пунктов. Это Кунашахский район, Красноармейский, Катафавановский, Сосновский и Пласовский районы. Новости хорошие, замечательные. Когда мы говорим об интернете и о связи, сложно не вспомнить 2020 год, когда мы все из-за пандемии ушли на удаленный режим работы и начали просто беспощадно потреблять интернет-трафик. Так вот, как сейчас ситуация? Снизилось ли потребление трафика? Есть ли информация? Знаете, ограничительные меры привели к тому, что южноуральцы стали в большей степени пользоваться интернетом. И в середине марта 2020 года, и до сих пор, по настоящее время, идет значимый рост трафика на сетях компании «Ростелеком» в регионе. Многие продолжают удаленную работу, дистанционное образование, используют интернет-торговлю, цифровые видеосервисы. Нагрузка на сеть остается серьезной и сегодня, и в целом 2020 году. Объемы, прокачанного по нашим сетям трафика, выросли почти в полтора раза. Знаете, по критерию сочетания скорости и доступности интернета, Челябинск занял в рейтинге девятое место среди городов-миллионников мира. Приятно, приятно увидеть родной город в подобном рейтинге. Игорь Викторович, ну скажите, вот 7 мая, профессиональный праздник. Как работники этой сферы отмечают свой профессиональный праздник? Вы знаете, как обычно, на работе, потому что Ростелеком – это инфраструктурный провайдер и работающий круглосуточно 365 дней в году. От нашей работы во многом зависит жизнедеятельность Челябинской области, а также страны. И пользуясь случаем, я хочу поздравить, поздравляю жителей Челябинской области с наступающими майскими праздниками, а также работников Телеком-сферы. С Днем связи пожелать вам здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Так, ну вы затронули раз тему майских праздников. Сложно удержаться и не спросить. Не боитесь ли, что вновь люди, которые отправятся на отдых на 10-дневный, оборудуют просто интернет и начнут опять поднимать трафик? Справитесь? Конечно, справимся. У нас все для этого готово. Причем есть запас прочности, на который мы рассчитываем. Игорь Викторович, спасибо вам большое за то, что сегодня побеседовали с нами. Поздравляем вас с наступающими праздниками. Будем надеяться, что благодаря интернету мы будем встречаться чаще так, как мы это сделали сегодня. Спасибо большое. Спасибо. С нами на связи был Игорь Петрухин, технический директор Челябинского филиала компании Ростелеком. Я придумал, как можно отметить день работников связи, 7 мая. Просто в этот день каждый человек должен раздать интернет со своего мобильного телефона всем желающим. Да, без пароля. То есть на один день ты убираешь пароль и раздаешь бесплатно интернет всем, кто хочет воспользоваться. Это хорошее дело в массы давать интернет. А для чего, Дим, интернет? Да все правильно, чтобы вам познакомиться с афишей выходного дня. Мы, конечно, вам сейчас подскажем, куда направятся выходные дни, но чтобы вы точно имели координаты, мы покажем сюжет. Собственно, готовьтесь.